ассаляму алейкум добрый вечер дорогие друзья вы на канале вкусная еда с хадиджей сегодня вашему вниманию хочу предложить очень удачный рецепт овсяного печенья будем готовить его без муки только из овсяных хлопьев и хочу сказать что печенье получается очень ароматное очень вкусное порадуйте себя и своих любимых всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту и так давайте начнем приготовление я всем желаю удачи на кухне печеньем и муку добавлять не будем будем готовить из овсянки и сейчас 190 грамм овсяных хлопьев нам нужно измельчить если вы хотите чтобы у вас печенье было очень мягким то тогда можно добавить 170 грамм овсянки овсяные хлопья которые варятся долго у меня слишком мелкой перетирать не нужно если у вас овсяные хлопья быстрого приготовления их измельчать тоже не нужно 2 яйца и желтки и белки вместе отправляем в отдельную миску сюда же добавляем 100 грамм сахарного песка щепотку соли для баланса вкуса и все перемешиваем хотя бы минутку сюда же добавляем 100 грамм растительного масла у меня обычная без запаха все хорошо перемешиваем вот такая масса должна получиться однородная глянцевая духовку я уже включила на 180 градусов сюда же добавляю пол чайной ложки корицы если вы не хотите запах корицы не добавляйте сюда же добавляю цедру одного апельсина смешиваем сюда же можно добавить 3 грамма ванильного сахара можете не добавлять и так будет ароматным но я люблю ванильный сахар на этом этапе нам уже венчик не понадобится будет работать лопаткой и сейчас добавляем измельченные овсяные хлопья сюда же добавляем 8 грамм разрыхлителя это полторы чайные ложки все хорошо перемешиваем больше хлопьев не советую добавлять вот посмотрите она у нас сейчас жидковато они буквально сейчас через минут пять мы минут десять дадим отдохнуть этой массе набухнут оставляем на 10 минут и посмотрите как набухло у нас через 10 минут овсянка и уже масса довольно таки густая и так и пышная сюда добавляем 30 грамм изюма а также я буду добавлять дробцы шоколадные мне их 100 грамм немножко оставлю сверху украсить можно орехи добавить очень вкусное печенье это мне очень нравится оно готовится быстро легко замешивается буквально 10 минут и выпекается минут 15 у кого 14 у кого 13 в зависимости от того какие вы сделаете печенюшки большие или маленькие если маленькие то 12 13 минут если большие 15 17 минут все готово и сейчас вооружаемся двумя ложечками и выкладываем на процент абсолютно сухой процент выстрела пергаментной бумагой у меня хорошего качества если вы не уверены в качестве пергаментной бумаги лучше и смазать растительным маслом и сейчас двумя ложечками и отсаживаем друг от друга немного на расстоянии немножко подправляем чтобы они были округлой формы они увеличатся в размере я чуть-чуть побольше и люблю печеньки крупные это печенье очень ароматно пахнет и даже если в орехи не добавить она будет пахнуть орехами я уже сразу предвосхищаю ваш вопрос возможно кто-то из вас задаст вопрос а нужно ли обжаривать овсяные хлопья абсолютно нет здесь так и так будет пахнуть орехами очень вкусный будет аромат и сейчас сверху выкладываем дропсы украшаем печенье готово отправиться в духовку включаем вверх-вниз при 180 градусах минут 15 какой аромат стоит на кухне вы даже не представляете они очень мягкие и даже немножко можете вот так подвинуть и форму поменять хотите квадратные хотите круглые можете сделать печенье она еще пока мягкая и сейчас аккуратно извлекаем печенье и на досочку будем выкладывать пеклось она у меня 15 минут я хочу показать вам какое оно посмотрите какое оно мягкое но прям все дребезжит вот так она пропеклось с нижней стороны она сейчас постоит немного либо на блюде либо на досочке подсохнет и уже будет жестче и так дорогие друзья печенье получается очень ароматное и очень вкусное это любимое печенье моей семьи всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту если вам понравилось мое видео ставьте лайк поддержите наш канал лайком подписывайтесь если вы еще не подписались и не забудьте нажать на колокольчик справа чтобы не пропускать выход нового видео пишите в комментариях как получается у вас я вам буду очень признательна за обратную связь спасибо вам огромное за фото отчет в инстаграм я с удовольствием буду делиться в своих stories я желаю вам всего самого наилучшего здоровья и до новых встреч на канале вкусная еда с хадиджей пока пока друзья